Гонджорно домовладельцы, с вами Соболев, это из ДК Алмаз и сегодня мы с вами на обзоре одноэтажного каменного дома 90 квадратных метров, сделанного по планировке того самого ультра мега супер популярного проекта А122, который взорвал YouTube. Поехали! Как была предыстория? У нас есть А122 с супер светом, супер дом, в котором совершенно случайно, но максимально правильная планировка, которая нравится абсолютно всем. Мы долго не стали думать и взяли пару наших проектов, А100, 100 квадратов и 11 квадратов и попытались изобразить по этой планировке. Соответственно, то, что вышло, я вам сегодня покажу, это первый такой дом, мы его ни разу не снимали. Мы находимся с вами в коттеджном поселке Ёлки, это видно вот по этим буквам, которые у нас горят, но горят не в смысле огнем, а загорается вечером теплым светом, показывают с дороги приветливость места. Мы находимся на очень классной улице, здесь всего лишь 6 домов, здесь в конце лесочек, она пиковая, все дома у нас кроме этого, кстати, с хозяевами и у нас уже вот монтаж газа произведен. Как это можно понять? Ну, смотрите, была дорога насыпная, а стала дорога из грязи. Но после газовщиков осенью всегда так, к сожалению, газовщики именно осенью приходят копать. Ну, какое-то такое совпадение, у нас по-другому не бывает, они либо приходят в ноябре, когда уже очень сыро, либо они приходят в феврале, когда в минус 30 все промерзло, им приходится грунт пилить уже или долбить гидромолотом. Соответственно, помимо газа у нас здесь уже сделано электричество и подключено. У нас у каждого дома скважина, вы ее видите здесь. И чем, кстати, примечательно это место, здесь еще супер вода. Это первое в моей жизни место, в котором вода не требует никакой водоочистки, она здесь прям голубая и в прямом это принесном смысле. Ну и для каждого дома, для того, чтобы эту воду не портить, для того, чтобы, как мы говорим, не срать под тебя, мы обязательно ставим септик. В нашем поселке не будет ни одного дома с выгридными ямами, после которых все отходы текут под грунт. Участок у нас здесь очень большой, он здесь 8,5 соток. Настолько большой, что вот еще не всегда понятно, что с ним делать. Это тоже очень большой спор по поводу того, должен быть участок большой или нет. Мы все больше и больше с каждым днем приходим к мнению, что чем меньше участок, тем лучше, потому что у человека не болит голова, куда бы еще деньги потратить. То есть максимум, что ему нужно поставить, это навес с хозблоком, и жизнь будет чудесно. Вокруг дома, я думаю, нет смысла большого ходить. Дом у нас, кстати, сделан без карнизных цветов. Мы миксуем, делаем и так, и так. Посмотрите, вот по одной и той же улице у нас есть дом просто белый, минималистичный. Дальше у нас с рейками, 60 квадратов объект мы его снимали. Крайний дом с хаубериком уже более традиционный, со свесами. И так, так делаем, при этом все дома стараемся расположить по одной линеечке, чтобы они были в архитектурном ансамбле. Кстати, напротив у нас вообще дом каркасу, видите, они все такие разные, но все-таки находятся вместе. Здесь у нас сейчас внутри работает практически все, кроме газификации, выполнен. Дом уже штукатурим, там тепло приятно, поэтому я так тороплюсь в него зайти быстрее. Снаружи еще некоторые работы осталось сделать в виде забора, благоустройства, ну и доделать, естественно, крыльцо. И, как обычно, в доме у нас временное. Да, и вы знаете, я про это постоянно говорю, говорить еще больше. Почему это делаем, потому что если сюда вставить сразу хорошую дверь, после отделки ее можно будет менять, она будет вся ржавая. Итак, поехали сразу по эргономике. Мы заходим и попадаем в тамбур. Ну, знаете, мы ведем к тамбурам. Как же дом может быть без тамбура в нашей компании? Здесь у нас сразу же выполнен ниша, куда у нас может вставать прихожая группа или группа для вещей. Сейчас это, если мы бинтерс откроем, это какой-то шкаф, какой-то столик. Под ним обязательно подсветка для обуви. Непонятно зачем. Нужна подсветка для обуви, но все делать, им очень нравится. Ну и зеркало, естественно, да, или, может быть, на этой стене. Собственно говоря, тамбур. Пришли, разделись, заходим в дом. Так же, как в проекте АС-22 у нас идет деление. Первое, да, у нас две одинаковые детские. Они отнесены на просадную часть дома. Окна входят сюда, чтобы въезд. Мы считаем, что детские должны быть одинаковые. Для нас это очень важно. Кстати, этот дом у нас готовился под шоурум в поселке, для того, чтобы сделать в нем полную отделку. И, собственно говоря, людям регулярно показывать. Но ситуация последних дней, что нам говорит, у нас очень много шоурум встало. Мы в компании очень не любим, когда дома строятся, а не продаются. Поэтому мы этот шоурум решили продать. Но благо не успели еще полную чистовую отделку сделать. Ну, потому что чем больше в доме понаделает, тем он дороже стоит. Здесь у нас и радиаторы, и теплый пол. Вы, опять же, знаете мою позицию. Радиаторы – это отопление, в первую очередь. Теплый пол – это комфорт-дом. И также мы сделали в полном объеме уже растатку электричества. Растатку делал у нас Мария, потому что нас помашет генеральный менеджер по обустройству шоурумов. Человек, который умеет сделать за три копейки из не самых дорогих материалов очень красивую картинку. Королева Вайлдберриса, медсестра Озона. Поэтому, Маша, ты, может, расскажешь, что здесь вообще прополагалось? Здесь, наверное, стол, да, должен быть? Ну, здесь рабочая зона, да. Но мы делали все по минимуму, но старались, чтобы не борщить, но чтобы все было. Здесь рабочая зона. Тут рабочка, а здесь мингровая. Здесь кровать, вот, под тумбочкой, да. Делали специально, вот, розеточки везде, под каждым выключателем тоже. Все, как я люблю. Да. Так, кстати, очень люблю эту историю, когда розеточка у нас есть под выключателем. Ну, зачем, да? Ну, во-первых, если мы говорим детскую, любая комната, да, то есть это пылесос. То есть мы вставляем пылесосик. Да, может быть, у вас робот-пылесос или пылесос-швабра. Допустим, если мы говорим, например, мой пример детской, моего ребенка. У меня здесь, у него всегда включена Алиса, он с ней кочует по дому, то есть он ее сюда включает. Здесь же у него стоит такая вот на три выхода разветвитель. Естественно, нам уже не хватило одной розетки, у него еще ночник маленький здесь стоит. Да, безусловно, он может быть в другом месте, но вот нам удобно здесь. Поэтому я всегда голосую за то, чтобы под выключателем была розетка на входе. Это очень удобно, в каждом видео про это говорю. Как отличить застройщика, который пытался сделать хорошо, от застройщика, который, ну, очень хотел сэкономить? По подводкам радиатора, да, то есть стоит это не так дорого вштрамить подводки в стену. Обязательно у них должен быть теплоизоляционный компенсатор. Но выглядит совершенно по-другому, чем когда у тебя вот это белое, некрасивое, зачастую кривая труба торчит из пола. Более низкий, чем стандартная комплектация у нас у нас у меня подоконников, мы тоже стараемся сделать видео. Почему? Потому что, ну, во-первых, окна больше, во-вторых, сейчас вроде как можно даже на подоконниках сидеть, но сидеть на них удобнее, когда они ниже. Но, на самом деле, в первую очередь сделать так, чтобы сделать больше световые проемы. Нам, наверное, во второй комнате нет смысла. То же самое, прям зеркалка, да? Она зеркалка, потому что самое главное, она одинаковая. В центре дома у нас санузел, причем санузел у нас общий, а еще раз повторюсь, планировка практически идентичная с ААС-122. Вот, что у нас в санузле? Все у нас в санузле, причем мы здесь, слава богу, не делали спиральную машину. Когда нет стиральной машины в санузле, там сразу очень много места, даже не понимаешь, куда его девать. Как вот в некогда популярном нашем проекте АА-76 у нас вот разнесены там две детские спальни, здесь они также у нас разнесены. Очень у нас многие с таким запросом приходят, чтобы не по одной перегородочке было. Здесь у нас спальня, и это не просто спальня, это макия спальня. И здесь вот мы сделали, ну, не то чтобы прям невозможное, но такую достаточно сложную задачу. Мы запихали в очень маленький дом 90 квадратов, у нас нужно было вставить три детские, ну, не три детские, а три спальни. Одна из которых должна быть мастер-спальня из гардеробной с санузлом, еще и кухня-гостина, и общий санузел, и еще и котельная. И вот все это нам удалось уместить в 90 квадратных метров. В самом шоке, как получилось, даже коридор остался, как-то вышло. Что у нас по спальне? Ну, во-первых, вот две розетки нам сразу говорят о том, что здесь у нас будет кровать. Ну, это понятно. Во-вторых, здесь у нас совершенно очевидно, да, будет телевизор. Марин, видать, любит смотреть телевизор лежа на боку, поэтому он немножко отнесел с кровати. На самом деле здесь все очевидно, он вот здесь вот не мог появиться, потому что здесь у нас вход в гардеробную. Да, и в то же время вешать, не вешать телевизор в спальне, это такой вот вечный, вечный вопрос. Даже не знаю, чем сравнить, выйти или не быть, возможно, да. Именно такую же глубину имеет. Поэтому вот свое мнение, надеюсь, что спальне телевизора нет, но я не слышу. Это такой же спор, как в прошлом видео, где хранят люди трусы, кто не смотрел, присоединить. Что нужно женщине, да, в доме, это обязательно туалетный столик, она о нем всю жизнь мечтала, его дома строим. И мы сюда даже туалетный столик вписали, почему-то сюда влезает. Да, огромный стол сюда не влезет, это небольшая этажерка, но, как мы знаем по личному опыту, женщине, чтобы краситься много не надо. Маленькая спальня, но в итоге в нее смогли мы вписать все, что смогли. И гардеробная она точно такая же, как в проекте А122, то есть она разделена на две части для него и для нее. Она небольшая, но она есть. И после гардеробной, о чудо, мы попадаем в санузел, который вот как раз-таки для него и для нее, и больше ни для кого. Посмотрите, она здесь и унитаз помещается, да, у нас здесь отдых в ванную. Так, все. Раковина. Это раковина. Раковина, а здесь вот душевая кабиночка. И душевая кабина сюда влезает. Ну, все абсолютно, все, что нужно. И даже полотенце сушить, то есть туда проходит. Сделали водяной. И опять же, не сторонник полотенчика в последнее время, это лишний выкид денег. Полотенце пересушивается, но вот у нас вот ваши полотенцы сушить приливаются. Я не сушу на них полотенце, но иногда, например, что-то, когда побыстрее за ночь надо, например, а батареи, я не очень люблю включать. Я сушу на полотенце сушить. Вот у нас, ребята, штукатура как-то у них не вышла. Как-то у них не вышла нормально по штукатуре стену. Как-то вот им нужно эту ситуацию исправить. Я думаю, у них получится обязательно. Мне что-очень круто, даже в маленьком санузле обязательно. Ну, свет, мне прикольно. Причем оно здесь выходит на заднюю часть участка. И еще здесь у нас улицы деревьев, березки. Самое главное помещение, опять же, которое удалось себе обмантировать, это кухня-гостиная. Причем здесь очень интересно поступили. Но мы считаем, что при входе в кухню-гостиную сперва должна быть кухня, потому что к кухне мы обращаемся чаще, чем к гостиную. Мы здесь разместили кухню по стене, в входе в двери. Вы, опять же, знаете, мы не любят с куговым кухням. Здесь она в очередной раз победила. По тому, как расположено помещение по его конфигурации, куговую кухню было бы очень неудобно размещать. Здесь, очевидно, здесь у нас мойка. Здесь у нас, очевидно, что плита. И здесь у нас очевидно, что холодильник в углу. Да, кстати, на кухне чаще всего мы ходим к холодильнику. Поэтому прямо рядом с входом открывает, с удовольствием, сколько хочешь. И что мы этим получаем? Мы этим получаем еще вот этот пресловой рабочий треугольник, когда мы из холодильника, чтобы достали, положили, намыли, положили, приготовили. Отвергли термообработку. Соответственно, у нас прям сходится идеально. И это все еще в прямой истории. Это не занимает много места. И это нам позволяет вот эту вот всю область полностью использовать под зону столовой. Потому что, опять же, у нас часто бывают проблемы, если вот окна угловая, куда столь. Ты начинаешь его перемещать туда-сюда, а он везде лишний. Здесь у нас огромный просто для этого угол. Рядом мы размещаем специально у нас такой портов. Он не открывается совершенно ни к чему. Он исключительно для света. Здесь елка будет стоять. Вот прямо в нем. Ну, на Новый год сюда прям можно ставить елочку, да. И в проеме сделаны у нас розетки. Почему, вы меня спросите, они не приморожены туда, да? Почему они болтаются? Ну, потому что отхоз нужно еще прогровать. После этого уже примороживать. Отхоз сделаешь, она утонет. И часть вторая у нас полностью уходит под гостиную. Ну, и сегодня гостиная – это диван и телевизор. Здесь совершенно замечательно встает у нас диван. И совершенно великолепно встает у нас телевизор. И посмотрите, что ребята сделали. Вы просто умницы. Вот здесь, значит, у них выход. Родинка под телевизор. Вот здесь вот у них это видеонаблюдение. Ну, мы, короче, тут вообще все предусмотрели. И внизу под приставочки все. И они даже предусмотрели на специальный канал для того, чтобы HDMI кабель в приставках провести. И они даже сделали его нормальным размером, чтобы, блин, бы отключена и кабеля влезла. Ну, умнички ваши, молодцы. Клоботочка у нас прокинута. Мы пока не знаем, какая. Мы уже узнали в комментариях. Вы бисквите. И, как обычно, радуюсь тому, как у нас электрики делают проводку по временному маме. Красиво, аккуратно. Ну, и из кухни у нас вход в котельную, которая может быть еще дополнительным штабом. А котельная-то у нас здесь совсем не маленькая. Но, во-первых, да, она не может быть меньше 50 квадратов. Сюда нас попросили не наступать. Это доступ в подполку. Это доступ под дом на случай, если нужно будет какой-то кран дополнительно на улице вывести. Или, может быть, нужно будет ревизировать, каким-то образом прочищать. Или просто обслуживать канализационные выставки. Но наступать не будем. Что у нас здесь есть? Ну, здесь у нас группа под электричество. Самоэкхническое оборудование. Коллектор теплого пола. И очень здорово. Вот здесь окно. И очень круто коллектор теплого пола под окном размещено. Это же прям радиатор. И вот как раз под опушечку. Все совпадает. Два смысла. Маленький гидроаккумулятор раньше были больше. Но раньше все было лучше. Потому что маленький у нас частотник к насосу еще подключен. Он позволяет сделать нам гидроаккумулятор маленький. Вот эта группа, это бойлер нагрева воды, электрический, электрический котел. Она у нас сейчас срезается, уезжает, сюда вешается. Классный, красивый Baxi 24F Eco4 котел газовый. И дом у нас начинает топиться газом. И обратите внимание вот по поводу газовой разводки. То есть, что нам позволяет сделать в котельной еще пристроенной кухне. Нормально развести газовые трубы и довести их вот до кухни. То есть, вот этот вот вход, он как раз у нас идет на плиту. Либо на духовой шкаф, если нужно будет. Вообще, это моя любимая кухня-гостиная из всех наших проектов. Ну, не считая 122. А почему она так любимая? Потому что я люблю полностью прямоугольное. Без вот этих вот лишних стен, отделяющих кухню от гостиную. Она огромная, и тут очень много света. Тут очень много света. А, кстати, и у нас здесь еще сделано выход поздругой. Муха залетел. Выход на будущую веранду в террасу. В террасе, извините, я привыка говорить правильно. А то люди не могут с этим жить. А почему ее нет? Потому что мы не раздуваем с домом из дома. Но всегда оставляем где-то, потому что нужно было жить. Но действительно, с точки зрения света, в этой гостине очень хорошо находиться. Единственное, что вот мне хотелось бы чуть-чуть побольше спали. Ну, вот единственный нюанс, это спальня. Все остальное, планировка вообще очень крутая. Прям кайф. А как бы нам сделать побольше спальни? Если только отказаться от... Отказаться от гардеробки. От гардеробки. Да, да. Ну, либо от санузла. Нет, санузел прикольно. Блин, фиг знает. Друзья, напишите, пожалуйста, вот, если в спальню влечь, выйти отказываться от санузла или от гардеробной, что оставить? Что оставили бы? Потому что мы с машиной не нашли, например, общее мнение. Друзья, а на этом все. Если данное видео было для вас полезным, обязательно его поделите или нажмите на кнопочку «Сохранить», чтобы потом не потерять. С вами был Соболев, СДК «Алмаз». Всех обнял, поцеловал и увидимся на ваш трейд. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok